Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения за Венгрию. Сидмерс Цивилизацион 6 на уровне сложности Божество. Блин, часов невеликого магистра 10 ходов. Тут фишка основная, что я обязан всем встречным цивилизациям объявлять войну, поэтому, как видите, у меня война тупо со всеми. Ну и, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Ну что ж, тут я ждал прибытия Черной Армии. Жду от... Ну, наверное, сейчас уже надо... Уже надо проводить мобилизацию, в принципе. Потому что как раз один ход они подождут. Я возьму... Ну, блин, я вот думаю, что вообще не помешал бы на самом деле... Осадная башня не помешала бы, чтобы игнорировать стены. Но я бы их, наверное, купил... Я бы ее купил просто. Так, а тут у нас... Еще вот этот парень тусит. Ладно, провожу мобилизацию. Тут Болония вряд ли больше юниты сделает. Ну и напоминаю, что Черная Армия этим юнитом еще плюс три будет силы давать. Да, следующим уходом куплю здесь осадную башню, реально. Рыцари стоят, лечатся. Это идет туда в надежде заполучить варваров. Все дети. Так, ну, моя ружья, наверное, уже нафиг вам нужна. Я тут делал рабочего, чтобы вырубить... А, ну да. Собственно, я откладываю ход. Откладываю ход, да, тут все, начинаем ход следующий. Я уже все сделал в конце прошлой серии, я вспомнил. Нет! Ничего себе! Вот это поворот. Вот это вообще неожиданно. Волен Византия забрала. Так, ну, мне, видимо, надо... Так, а у меня карточка стоит на... Не стоит на улучшение юнитов. Шьерт побери. Может, сейчас поставить и апнуть хотя бы рыцаря? Черт. Вот это вообще... Что-то я не ожидал, что сейчас Волен упадет. Вообще не ожидал. Да. Так, здесь сюда и апаем. Здесь сюда и апаем. Ну и... Так, а в каком радиусе вообще черная армия? А, за каждый соседний мобилизованный юнит. Просто плюс 3 будет иметь. То есть, в данном случае будет не 49, а с этими двумя... 55, да? А у мушкетеров просто 55. Ну, я не могу предложить... Отдать Волен... Блин. Я вообще не понимаю, как ты так проспал. Был полностью уверен, что он там не берется. Ну... Может, Виктора в Эгер пока Арейну пересадить? Ценитель. Зарубежный инспектор. Магадишен, Анмадол. Представляю, что вот могу Бенос-Айрес вообще засоюзить еще. То есть, тупо 3. Может, все-таки попробовать. Посмотрим, вдруг все-таки начнут работать эти... Ну, счастья. Ну, я же кого-то там... Ну, тут, блин, Скифия. Скифия пойдет Бенос-Айрес захватывать. 1058 армии. А, ну, в любом случае, давайте попробуем. И, может быть, там что-нибудь еще и армию какую-нибудь получим. Так, значит... Сюда ставим первый посол. Ну, наверное, вместо бонуса для центра коммерции... Давайте все-таки на апгрейд юнитов. Так. Значит, сначала Бенос-Айрес союзим. Е-е-е. Кстати, в нормальный век уже вышел. Так, и никого, да? Ну, кстати, никого я не встретил больше. В принципе... Давайте мы этого парня убьем. Хотя я потеряю юниту, мне его, собственно... Так, а вот тут... 240 провести мобилизацию. Можно будет с следующим ходом, кстати. Ну, и Виктора я бы все-таки... В Эгер, а Рейну в Сегет. Слушайте, он, правда, и сюда тоже может пойти, да? Давайте, наверное, подводить. Так. Этого вообще можно сразу апнуть. Есть иудаизм. Ну, в принципе, все неплохо обращены. Кроме того, я хотел тут за Веру... Или копить лучше Веру на покупку юнитов. Вот, за часовню Великого Магистра. Тут бы я пока постоял, наверное. Так, и тут сразу промышленную зону ставим. Вообще, в Эгере было бы еще тоже неплохо... С строителями тут юниты. Не знаю, мне тут все нормально апается. Черную армию, наверное, нет. Так, я хотел купить здесь осадную башню. Ну, видите, на что деньги идут. Ну, вообще, нужна осадная башня. Очень нужна осадная башня. Универы я уже построил. Ну, пойдем, наверное... Так, бомбарда нет. Стены возрождения. Наверное, все-таки давайте в индустриализацию пойдем. Банк, пожалуй, нет пока. Рыбацкая лодка. Ну, мне все... Вот в этих техах мне все, вообще ничего не надо. Просто ничего не надо, поэтому... Могу даже не смотреть. Это у нас бегали караваны... Волен. То есть у нас сейчас минус по деньгам еще есть определенный. У меня только в Болонию и Иерусалим осталось. Это только два города было. У которых больше денег давали. Эх. Видите, а тут по плюс 4 всего и по плюс 3. Ну и смысл? Лучше между городами отправлять. Ну так, ну тут бегает. Тут бегает. Блин, из Буды два бегала. Черт. Вообще, теперь... Может попробовать отбить Волен? Ну, то есть мне надо туда армию собирать. Я вообще... Ну, то есть отбить и освободить его. И опять засоюзить. И посылать туда караваны. Я просто вообще не ожидал от Византии такого. Просто как-то... Так. А Рейна только приехала в Эгер. Ладно, давайте я пока просто возьму Виктора в Сегет. Мы тут что-то не знаем на самом деле, куда сейчас пойдет нападать. Ээээ... Здесь... Здесь бы я Три Бушет, наверное, просто строил. Не хочу мастерскую, потому что сейчас все равно придут, разграбят, скорее всего. Блин, возможно... Стоило еще на стены поставить. Например, средневековые стены построить. У меня что-то сомнение все равно, что забирается город. Но вообще... Я бы к Сегету сейчас повел. То есть тут у меня есть юниты, да? То есть... Ну... Я особо не беспокоюсь. А вот у Сеги-то... Так. Наверное, тоже надо везти. Ну, попробуем у варваров забрать юниты. Эх... Наверное, из Эгера надо отправить. Чтобы было производство. Я бы даже... Два, наверное, из него отправил. Ну, в мои внутренние пути бы делал. Копейщик, у тебя было задание. Я, наверное, просто постою тогда. Так. А где у нас есть жилье, чтобы расти? Ну, в Буде есть. Может, надо было из Буды. Миш Кольц еще. Ну, вообще, я бы, на самом деле... Сегет. Я из Эгера отправляю. И Сегета я бы еще отправил. Сегет надо выращивать еще. Так, тут, наверное, просто лесопилку. И тут лесопилки. Блин, или ферму. Давайте ферму. Друзья, я что-то не пойму. Водяная мельница. Бонусные ресурсы, улучшенные фермой, приносят по плюс одной пище. Почему я вот сейчас построил ферму, и просто одна пища добавилась, а не две, например, как, по идее, должно быть. Ну, это же к этому городу относится. Водяная мельница тут есть. То есть, она добавляет плюс одну пищу. Ну, может, в крайней мере, она, может, не так добавляет, а вот здесь просто ноль. Плюс одна от водяной мельницы. Ну, почему плюс одна, если должно быть плюс три? Улучшенные бонусные ресурсы от этой... Так, и кроме того, у меня должно быть счастье. Вот я к тому, что почему не работает Буэнос-Айрес. Смотрите. Написано. Бонусные ресурсы действуют как редкие, и дают по одной единице довольства на каждый тип ресурса. То есть, там, например, бонусные ресурсы, это у нас камень, например, да? Что там еще? Кукуруза, пшеница. Это все должно по одному счастью, типа, давать. Теперь. Ну, это можно, наверное, в следующем посмотреть. На следующий ход, возможно, она обновится. Она обычно вот так обновляется. Возможно, еще рано смотрю. Но я сколько играл сетевые, постоянно как-то Буэнос-Айрес не работает. Так, в Миш-Кольце. Хочется, хочется. Кампус-Танера, дамбу надо здесь. В Миш-Кольце 30, а в Дьере... В Дьере 21. Так что, наверное, в Миш-Кольце мы будем дамбу строить. Пять ходов всего лишь. Так, ну смотрим. Куда сейчас пойдут юниты Византии. Неизвестный город побежден. Извини, Скифия, не могу. Мир заключить. Отклоняюсь сделку. Сорян. Так, там убили арбалета, что плохо. Конечно, надо вернуть. Я согласен. А кто еще... Блин, я сейчас, получается, с кем-то мир заключу. Но я не буду, опять же, повторюсь. Я считаю, что в кризисах надо участвовать. Я просто не буду с ним никак торговать. Кто там за проголосует. Если пройдет это предложение, то я с теми, кто проголосует, вынужден, ну, как бы автоматически... О, Рорайма. Значит, это прошло предложение. И меня открыло территорию. Блин, Алиенору встретил. Нет, никакая не больная. Да, блин. Эфиопию. Прошло. Кто еще туда проголосовал? Блин, Византиец 5 влел. Но тут 6 голосов Виктория туда же. То есть мы с Викторией воюем. У нас, кстати, объединилась... Блин, подождите. Подождите, где? Вот, Виктория. Я просто смотрю, Бирмингем вообще как-то отдельно стоит. Нормально? О, какой приятный розовый цвет у Алиенора... Не розовый, сиреневый. Сиреневый цвет у Алиеноры. А что, блин, у Англии такая армия, конечно. Так, и сколько у нас ходов? 19. Так, ну, в любом случае, мы Алиеноре войну объявляем. И мини-лику. Блин, я уже столько народу... Вот специально не хожу по карте, не стараюсь кого-то встречать, все равно. Так, ну, Византия просто с краю, очевидно. Просто с краю. Так что вот как раз Византию бы захватить тоже было бы неплохо. Ладно, из Эгера. Так, я могу в Маскат хотя отправлять? Пока. Между прочим, пока... Ну, там вообще Византия может перекупать. Блин, может реально лучше в Маскат пока? Ну, опять же, из... Из Буды и Диера. Ну, так, даже и так 9. Ладно, давайте один караван из Эгера отправлю, а остальные реально все-таки верну в Буду и... и Диер. Ну, потому что на деньги, мне надо на деньги отправлять. Так, и... куплю все-таки осадную башню. Там против стен просто мушкетерами очень тяжело будет. А, слушайте, у него же еще защит... Этот... Крестовый поход. Фак. Я всп... Вспомнил. Вот почему Волин-то так упал. Ё-моё. Фак. У меня тут есть проблемки, ребята. Плюс 10 у меня у Эгера, у его юнитов будет. Просто плюс 10. Это ж мрак. Что я тут хочу обработать? Меркантилизм я еще не открыл, то есть тропические леса я не могу обрабатывать, да? Ну, торговая республика мне нужна, мне нужны деньги. Не теократия, а именно торговая республика. Да. Пока так. Блин, слушайте, 8 ходов, и мне не хватает 6 очков всего лишь. Во-первых, торговца могу получить, да? Блин, может мне что-то другое открыть? Там надо убрать карточку, может все-таки тебя край... Ну, блин, зачем я сейчас теократия без... Без часовни великого магистра? Что обрабатывать будем? Может мне сделать апостолы, чтобы Эгер зачистить? Как тут вообще с моей религией? У меня вообще нету, и 6. Это проблема, что он очень хорошо распространяет религию, просто убивая юниты. Сейчас он будет тут плюс. И, конечно, крестовый поход для Византии, это просто must-have. Вот в предыдущей игре на... это... Играя за Крестового похода. Играя за Византию, у меня не было крестового похода. А был бы, там, конечно, сноубол был бы просто. Да... просто Византия. Играя за Крестового похода. Играя за Крестового похода. Ну, вообще, мушкетеры должны все-таки постоять. Извините. Тут 55 силы, аутагмы... Аутагмы... 58. То есть, он сюда встанет, и у него будет 68. Не, ну это там реч... Пожди, там речная оборона дает. Подождите. Плюс 5, плюс 5 уберем. Значит, будет плюс 5. 63 будет сил. Ну, 59-63 нормально. Это... Играемо. Так, наверное, давайте здесь ферму. Может, тут ферму пока построить. Три заряда будет. Фермы и плантацию. Плантацию пастбища. Ну, умрет, очевидно. Но зато денежки получу. Не моя все-таки... Не мой юнит все-таки. А сколько он там, кстати... Через сколько он должен был? Ну, два хода вообще очень... Очень все вовремя получилось. Так, я могу у Виктории объявить войну только через 8 ходов. То есть, пока мы боремся вот за то, чтобы освободить волен. Так, смотрите, я этим ходом... Я же прошлым ходом, да? Стал бой на Сайроса. Ну, вот, короче, не работает нифига. Где... Где довольство от этих самых бонусных ресурсов? Блин, здесь это смотреть надо... По-моему... Нет, это... Прибыль, что ли? Нет... Нет... Ресурсы. Ну, вот, это то, что дает счастье. Вы видите, чтобы тут было от... Вот, от бонусных. А, нет, смотрите, один дает. Один дает. Ну, типа пишет, что дает. Это в четыре города? А вот бонусный рис в один город. Пшеница в один город. Олени в один город. Медь надо еще обработать. А, просто один ресурс в один город. Ну, тогда, если я тут вот сейчас пообрабатываю кукурузу, то он еще отдавать счастье. А где у меня медь необработанная? Вот, кстати, еще. Ладно, смотрим. Куда сейчас везет? Обратно вернулся в Волин. Окей. Я, кстати, из Эггера Трибушетом прям сразу смогу военный лагерь ломать. Эх, убили. Так, маскат. Все-таки этот перекупил византиец маскат? А, вообще Вьетнам. Ладно. Вьетнам это ладно. Не, ну Буэносаре 67 вот это не берется. То есть... Там Скифи просто сейчас юниты будет терять. Один последователь. Ну, там скаут этот македонский. Так, ну что, апну все-таки в рыцаря. карточка стоит. вообще этим генералам можно побыстрее. Я просто хочу... Я просто все хочу этого генерала к вауэром довести, потому что у него способность давать давать юниты. Блин, как-то поглянуть-то не покажет. Так, ну вот будет интересно эта кукуруза в пешт? Так, ну в пеште 0 удовольствия. Так, можно опять... Я опять зря перекинул караваны, потому что некого... некуда их уже отправлять. Так, ну ваншотнем. Так, тут надо подходить чисто уже вместе с осадной башней. Нету смысла сейчас лезть под выстрелы города. Ах, блин, второе... Так, два хода потеряно просто. Каких два? Три. Я первый ход перебросил в эгер, второй ход обратно перебросил, третий ход сейчас уже перебрасываю. Три хода караванов просто потеряно. Блин, я забыл, какой у меня пантеон, ребята. А, от этих, от болот. Не, ну это очень качественно, я даже, видите, не хочу эти болота удалять. Это очень мне вначале помогло. так, тут надо тоже кукуру, потому что в кейсике у нас, а, уже плюс один удовольство. О, мне тут ведут поселенца, оказывается. Индустриация, индустриализация ускорена, картография открыта, но, опять же, мне ничего не дает. Нормально. Вообще не помешает. Поселенец, давайте подумаем, куда бы его бахнуть. Ну, где-то вот здесь надо. А это уже, по-моему, второй поселение сел в Португалии, да? Экспроприировал. Вот здесь. так что ж в этом городе и в этом городе что тут наверно выходим к лагерю этому блин стены построены ну я вот так встану пока он ты меня никак не атакует линейные пехотинцы я надеюсь что я их успею забрать генералом прежде чем иерусалим но и я не думаю вообще что иерусалим может линейных пехотинцев убить принципе так что вот этими рабочими делать ну конечно надо как-то что-то вырубать только не пойму что и где какой-то еще район не поставлен вообще можно этот конечно еще вот развлекательно но это ведь имя домишкальца оставлено место все еде ну можно священное место вообще-то кампус есть центр а промышленная зона тут подожди так она а так она строится промышленная зона есть ну значит да священное место то и священное место видимо вот сюда так что идем сюда вырубать еще и военный лагерь был бы неплохо конечно так я бы вот здесь камень подобрал но если собрал его и здесь бы потом шахту сделал до плюс один довольство до конца 6 ходов и 6 очков все еще не хватает но один одно очко я надеюсь вот я сейчас получу с торговца так адама смита почему еще губернаторский титул потом инженер вообще накапливается еще еще инженер так давайте подумаем по строить стратегическим но и и лошадей и железо и селитру я использовал так где мне еще взять очки эпохи мастерская в буде так сколько у нас до индустриализма 358 ходов наш уникальный юнит да знаете что можно все-таки построить а межзоопарк не открыт все я хотел захотел купальне меж не открыт зоопарк смысл черт водяная мельница ну я думаю что надо три бушет два три бушета ускоряют с 1 тактику не 2 бомбарда 2 3 бушета потом можно выйти кстати в бомбарды и ну волен да ну тут он не больно бьет потому что там скорее всего ах ты арбалет ударил больно опять маска то каждый ход что-то они бандар брюней в этот раз бандарь брюней так надо сюда встать адам смит ну я бы взял это кому хороший дополнительный этот губернаторский титул не помешать куда какой там следующий но игрушка бля это в моем даже случае игрушка была бы лучше потому что у меня из-за войны со всеми очень много несчастья эх так ну повыше дуболома до мушкетера и латника так поехали работать по военному лагерю тут вырубаем ну блин не хватает селитры для апгрейда так там это так как то пойдем губернаторский титул и 250 золото слушайте 250 золото кстати тоже неплохо кого во первых я могу получить очки эпохи на собрав всех губеров вопрос я сейчас могу еще одного губера взять и последнего я получу за великую часовню великого магистра да надо это делать возьму лян наверно наверное лян в диере в диер отправлю а где у меня вообще эти корпорации какие-нибудь где я вот сделал в сегиде да цитрусовые по моему к производству военных юнитов вот тут вопрос кукурузу или апельсинки я вот не знаю будет ли вторая кукуруза давать еще одно счастье так ну пока не влезаем я думаю следующим ходом сюда становимся ну там конечно арбалеты это как-то больно бьют может освободить проход маска он не может через мою территорию проходить с другой стороны окей все еще первый посол есть ну кумаси кахоке хотя сейчас вызову озарение в кахоке блин может тогда туда отправить я не хочу встречать не не хочу в эгере требушет ну теперь на рассудке можно мастерскую он не лезет сюда просто просто обстреливает рыцаря блин а византии англия не хочет его апостола там сжечь еретика блин вот это конечно очень хотелось бы поймать на технологии осадная тактика это два три бушета поэтому продвинулась блин с этот камень у нас в сегет собирается еще мастерскую наверное да или давайте для священного места не буду пока давайте я поберегу следующим ходом поставлю священное место сразу нам нужно больше священных мест для караванов о за что я получил а у меня же устремление еще за районы блин забыл что в нормальном веке думал что в золотом 4 хода осталось подожди а ну все я успеваю подождите вроде успеваю вроде я все успеваю тут еще инженера можно взять вот тут вопрос конечно дает озарение для одной случайной технологии мастерские дают плюс 3 культуры мне кажется что в моем случае надо его выкупить потому что у меня культуры вообще нет театралки я хрен знает когда буду строить а вот промышленные зоны я строить давайте выкупать ну 150 для чудес на божестве чудеса строить не очень хорошая идея так здесь просто на производство пока требушет в буде ну что может еще один или лучше осадную башню требушет и требушетами но осадная башня тоже как бы 50 силы мушкетерами если бы не не стены берутся давайте еще одну осадную башню тогда а подожди так у меня есть деньги да давайте лучше в эгере куплю ее чтобы она уже работала тогда не надо нам еще одну осадную башню водяная мельница тут тоже не нужно стены эти наверное просто рабочих просто просто рабочих интеркоммерции в сегиде рынок подождите в кессике блин мне так похоже кессик сегет кто знает венгерский язык вообще так как то что означает эти название эйгер так давайте смотреть плюс одно удовольствие если так глянусь как я тут смотрел бонусные кукуруза просто одна в дьер ну вообще пеш дьер кессик написано и плюс 2 взять дает она ну как бы один рисунок с один ресурс одно счастье и его 2 1 и того все равно будет одно счастье ну что подходим городу да ну я думаю мне нету смысл стоять надо атаковать город и семей убить они меня не могут я эту точку в тему ферма стоит я ее просто ломаю и лечусь либо вообще получи да я получу уровень ну выглядит так что я должен захватывать город честно говоря это визео именно мастерская в диере ну тут акведук надо все таки ставить уже промышленная зона у нас 4 производства дает ну нужен значит строитель еще завершена дамба в мишкульце это здорово эти 10 10 производства так а давайте этот развлекательный комплекс хватит уже откладывать все гиде а да тут я откладываю как раз на священное место следующим ходом ну конечно вот если бы не этот челлендж к войны со всеми я посчитал что сейчас я уже победил то есть у меня так хорошо города стоят а там ауч 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 из эти как боль блин он успел военный лагерь построить как больно черную армию мочканули так я в возрождении еще вышел а так вот я сейчас получаю кстати очки эпохи я принимаю а нет не получаем уже монархия принято но я в любом случае торговую республику принимаю скидка по моему мне она вот этого надо так апостол а куда ты бежишь давай ты будешь осужден как тут у нас синтезм 25 она давайте пока священное место сюда собираем камень два хода ну какой-то стрелец пикинер может попробовать все таки но его мне кажется убьют все таки этого линейного пихо и может подождем когда там появится какой-то юнит еще один черного генерала как-то защищать а как 10 хочу вообще ставить город придет же александр все сломает как все блин между 600 сила просто наверное все таки сюда давайте я вот так пойду здесь уровень плюс 10 от дальнобойных атак здесь нифига не уровень блин все таки мне кажется визео не берется таким как-то португалец успел построить военный лагерь вот этот каким-то образом табак табак табака у меня нет есть табак ну тогда лошадей пойдем обработаем одно очко осталось так ну в принципе вот это последний пример губер одно очко блин чё так больно блин ну микроса волен должен захватить все таки а вот теперь вообще надо теперь подумать а надо ли мне реально будет волен освобождать а вот а вообще задание соревнования освободить волен хорошо что я получу за его освобождение часть взять плюс золото заход за каждого своего посла это кстати прикольно так сколько ходов 3 одно очко эпохи да ой ну я короче да я даже посмотрите за священное место получил одну так я не буду сейчас брать последнего посла так фу блин губернатора я лучше кого-нибудь прокачаю оставить эти очки эпохи на следующую леонардо да винчи мастерским три культуры так запомните 36 было сколько следующим ходом будет надо глянуть тут стоим в защите строим ну чё этим рабочим пойдем здесь шахты что ли делать или здесь шахты тут вырубать и ну там есть все где что поделать ладно пойдем сюда так что то я не принял в правительстве ничего тогда как торговую конфедерацию сто процентов два влияния давайте не буду пока первого послания куда отвратить здесь кампус плюс 10 ремесленники плюс 19 что еще караваны поселенцы действующие губернаторы счастья дают олигархическое наследие черт нужно олигархической давайте олигархическое наследие все-таки поставлю вместо апгрейда республиканское наследие было бы крутым а давайте новые строители плюс два действия это тоже конечно круто но у меня не все губернаторы такие мощные пока стоим подходим в будем строителя сделали ну наверное еще давайте одного три хода торговую республику это нам плюс к деньгам теократию дипломатическую службу я не ускорю гуманизм тоже не ускорю а что мне важнее меркантилизм вот теократию в принципе можно было бы ставить то есть покупать но мне кажется это круто когда мы выйдем в национализм корпуса делать время прикалывать что англии уже в корпусах византия наверно нет нет византии нет вообще мне у нас она короче надо в национализм идти а это значит дипломатическая служба да давайте через политическую службу чтобы шпионов сделать просвещение и национализм так как я это ускорить могу объявить войну формальный повод не могу сделать художника нет союз нет всем надо просто увеличивать ну вот 45 кстати стало то есть считайте практически на плюс 10 это меня три мастерских пока всего ну короче плюс 9 3 мастерских плюс 9 культуры ауч хочу рыцаря то пусть и но если рыцаря так мы тут еще блин китай встретил каким-то макаром о все а пуша китай встретил я вышел я вышел следующую эпоху золотую я молодец так тут убираем сначала улучшение тут пропускаем ход для того чтобы сразу начать строить акведук не ну тут надо все таки уже с промышленной зоны начинать к веду к долговато будем строить плюс здесь появляется жилье так в эгере есть мастерская город растет рейна эти могу за веру покупать уже юниты хочу нам в эгере строить тогда что-то как-то в чему шкетеры так слабенькая тут же первые стены самые самые первые знаете еще куда было бы неплохо в пушки выйти но пушки далековато вообще и бомбарды бомбардом нужны силе давайте мы наверное выйдем шесть ходов до смены у меня нету карточки на снижение денег да и наверно и не надо так стоп а почему я сейчас могу менять карточку а что еще с открыл странно чем сейчас можно поменять но я не буду в общем давайте я открою бомбарды и уже после этого пойдем в индустриализацию так здесь об ним просто пингалу в на культуру быстрее все это надо открывать лечимся но сурсис его эти может про атаковать город ту блин я же его не беру тогда лучше этот требушет завалить раз мы уже тут стоит лечимся лечимся интересное перемещение юнита так но я бы вон там пушка сверху видели так давайте пойду помогать арбайны просто чтобы не убили ну чай генерал убить не могут они просто вывернут в город чтобы его не проатаковали чтобы он в город не вернулся могут убить рыцаря давайте здесь постоим и мастерская блин я так и не решил что тут строить осадная башня не нужна рыцари арбалетчики пикинеры мушкетеры черную армию ну блин тут тут и армию нет ну то есть черная армия не будет работать что в иерусалиме блин пушку эту одну взять смысл между черной армии вообще требушет ну то есть тут у меня проблема не в количестве юнитов моя проблема вот в этих то что давать на три бушет строить еще просто буду апать потом в бомбарды она в дереве мы откладываем а в мишку лица в мишку лицам и арену строим так во всех остальных городах все зашибись получили одну очко за встречу с китаем за новый район а где новый район а в мишку лиц я еще получила район за священное место так что тут я уже с запасом даже выхожу в золотой век магадишу да ладно там же уровень был ну короче тут без шансов связи у не берется ну просто два мушкетера мало неожиданно много армии оказалось у португальца ничего валим наверное сохраним башню это потом будет лечебная машина так в пеште строитель ну кампус наверно ставим хотя бы плюс 2 будет промышленная зона не ну тут надо кампус я думаю и лесопилочку давайте выглянем посмотрим я с двух сторон пойду бомбардами тут об ну пойду туда и тут об ну и уровень кстати просто да вы прикалываетесь я думал я сейчас уберу стену чтобы он меня не атаковал и это прикол а тут убрались все все что угодно кроме стен о как вы зашибись встали ребята да ладно да ну какого хера потерян ход вообще я блин хренею с этих возможно блин ну серьезно почему вот зона контроля у юнитов обычных они там два очка перемещения не становятся и типа пусть а тут килиманджаро я только сейчас понял что здесь килиманджаро а под килиманджаро случайно никуда не влазит город блин я вот здесь город поставил на самом деле тринадцать ходов вести правда посела но здесь я понимаю что без пресной воды буквально ставишь акведук тут просто его ставишь вот город и у тебя сразу куча производства есть еще вот эти клетки выкупаешь вокруг килиманджаро это же зашибись еще обогащать тут постоянно эти клетки будут обогащаться даже тут делать ничего не надо будет блин я бы реально туда город вел вот прям на месте того где стоит лагерь варваров вау у меня сейчас короче они захватят генерала его отбросить куда эти городов опять придется вести просто вот чисто из-за этого я возмущаюсь что же в будде стоит ну я бы просто продолжал строителей для улучшения всего я не вижу необходимости в юнитах сейчас так лошадку принципе мне очень нравится моя венгерская империя блин а вот были бы мы на месте византии было вообще лафа тогда да но вот так а кстати византии даже в тему там по темпло майор построили если какое озеро шикарное и здесь еще озеро реально очень в тему а встречу происходит тут барсучий коготь константинополь реально как этот все как в жизни варвары константинополь барсучий кукшени не барсучий струя я бы я в варварском кукане с названием барсучий струя потусил бы то что тут за звезд за звездочка а нанять клан могу ну ой я забыл войну убивать китаю сорян ну пожалуйста не трогайте но они тронут они тронут к сожалению тронули они баудику потрогали о промышленную эру выходим и это будет золотой век для венгрии спасибо что смотрите дальше что промышленное продолжение промышленной эры в следующей серии бомбарды открыли стрельцы и пикинеры давайте посмотрим что я тут выберу какие есть варианты я не буду сейчас убирать я просто подумаю пульс паровой машины международные торговые пути за каждый в зарубежном городе это не так много будет давать как если бы в цивилизации отправлять к оружию свободное объявление войны ну опять же в металле 15 процентов производства при создании военных юнитов если только это 1 до следующей серии все-таки думать 107 науки но впереди александр вьетнам почему вьетнама вообще тут все зашибись ну вот это реально пока ровная игра и при этом еще а вьетнам 1 по науке ну то есть мы видим лидера по науке в принципе англию 39 у меня 31 хорошо 1280 433 как-то у меня уменьшилась мощно у византии еще в два раза меньше подождите а почему я вообще это все вижу почему я вообще вижу что в константинополе происходит а потому что там сидит шпион англии у нас же общий обзор с англии в константинополе шпион англии явно сидит но другого нету объяснения когда я катя англии войну смогу объявить а так я уже могу ну давайте я сразу объявлю и англии войну и этому китаю чтобы не забыть опять так ну вот чтобы я не видел что происходит ну все продолжение докажу в следующей серии спасибо что смотрите спонсоры канала могут поискать продолжение прямо сейчас в укладке сообщества а на этом все играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока